Доброго времени суток! Сегодня мой видеоотчёт будет посвящён другой теме о том, как я нашла в своей жизни Давида и о том, что пришлось пройти до встречи с Давидом. Я начну свой рассказ с того, что подозревать странное поведение у сына я начала практически сразу, то есть в то время, когда ребёнок уже начинает смотреть на своих родителей, то есть это буквально первые месяцы жизни, я видела, что он плохо концентрирует внимание на мне, ведёт себя отвлечённо. В два года мои опасения уже более были сильные, и вот когда, наконец, ему было два с половиной, уже ближе к трём, я уже, честно говоря, начала паниковать и начала искать ответы в интернете, бегать по врачам. Тогда я узнала этот серьёзный диагноз, что мы встретились с диагнозом черты аутизма, и некоторые врачи ставили также нам раз, то есть аутизм как таковой. Ну, не буду говорить много слов о том, что пришлось пережить в тот момент. Конечно, это была безвыходность ситуации, полное опустошение внутри, непонимание со стороны близких и родных, которые говорили, что всё в порядке, не парься, не волнуйся, всё пройдёт, перерастёт. Но этого не происходило, ребёнок абсолютно не воспринимал информацию, которую мы ему давали, то есть он был необучаем. Я старалась, разнообразила игры, мы брали сотовый телефон, но дело стояло на месте. Как-то я человек, не скажу, что очень глубоко религиозный, но у меня есть, я не соблюдаю все каноны, которые есть в Библии, не живу по ним, но глубоко в душе у меня есть вера, глубокая вера в нашего Спасителя. Все называют своего Бога по-разному. Я верю в Господа Иисуса Христа. В очередной раз, когда я была в храме, я бываю там очень редко, мне, конечно, минус то, что я прихожу только, когда у меня проблемы, но я обратилась со своей проблемой к Богу. Я попросила дать мне возможность подсказать мне выход из ситуации, ну, из достаточно сложной ситуации, в которой, в принципе, не бывает выхода, если с научной точки зрения, подходить к этому вопросу. То есть надо пробовать, надо искать. Ну, для того, чтобы искать, надо хотя бы знать путь, да, который выбрать, по какому пути пойти. И вот для ответа на этот вопрос я обратилась к Богу. Я обратилась также к Святой Матроне Московской. У нас есть в церкви, в храме ее икона. Я ставила свечи, и близкие тоже, мать в том числе моя, обращалась к Матроне. И буквально через некоторое время я узнаю из видеоотчетов о том, что есть на земле такой человек, который помогает детям избавиться от проблемы аутизма, справиться, помогает также родителям с этой бедой. Вот так вот я из видеоотчета Валентины узнала о существовании Давида. У меня в сердце появилась такая тонкая надежда, как бы луч света. Конечно, мы привыкли считать, что вокруг обман, что вокруг нас пытаются заработать, сделать деньги. И такое мое решение позвонить вызвало бурю негодований со стороны второй половины, со стороны... в принципе, я ни с кем это больше не обсуждала, но впоследствии узнала, что все были против, все считали, что я немного того, потому что верю непонятно что, непонятно кого. Ну, по крайней мере, для меня в тот момент это была попытка-непытка, я ничего не теряю, это бесплатно все равно, и я позвонила. С первого раза, когда я позвонила, я поняла, что это не просто маленькая надежда, это действительно выход. И я прониклась с таким доверием к человеку, потому что к нему сложно не проникнуться доверием, он смотрит как бы вглубь, даже через экран монитора компьютера, он смотрит к человеку в душу, он знает сразу, о чем мы думаем, о чем мы хотим его спросить, как бы наперед. И подтверждением также моей правоты стало поведение сына. Он сразу стал акцентировать внимание на Давиде. Когда мы разговаривали, он тоже смотрел в экран монитора, потом через некоторое время стал смотреть пристально на меня, пока мы еще разговаривали с Давидом, и снова в экран монитора. То есть это был как знак, я прошу прощения, немножко расчувствовалась, но на самом деле рассказываю сейчас те самые сокровенные чувства, которые были у меня в душе в тот момент. Пока мы еще разговаривали с Давидом, и снова в экран монитора. То есть это был как знак, я прошу прощения, немножко расчувствовалась, но на самом деле рассказываю сейчас те самые сокровенные чувства, которые были у меня в душе в тот момент. На этот момент мы уже знаем Давида больше года И я нисколько, ни разу не пожалела об этом И я благодарна Богу до сих пор, благодарю его за то, что он воссоединил меня с этим человеком За то, что он мне указал путь, по которому мне идти Спасибо еще раз центру, всем Здравствуйте, я Яна, мама Лазаря Хотела бы рассказать о нашем знакомстве с Давидом На самом деле все произошло как-то стремительно На тот момент мы не жили в России и приехали сюда буквально на несколько дней Так получилось, что выпал свободный день В то время мы жили прямо рядом с храмом к Святой Матроне Где находится ее икона и мощи И меня вот прямо осенило С утра мы встали, думаю, ага, а что делать? Была зима, холодно Мы тепло оделись с Лазарем И пошли с самого утра Я знала, что у нее очереди Я была готова стоять Мы приехали Была очередь Но мы каким-то чудом нас пропустили вперед Через другую дверь Потому что потом, как я поняла Я была с ребенком И к мощам мы подошли И быстро И женщина на выходе нам дала розочки Были лепестки роз И гвоздики Но потом я заваривала чай Лазарю бросала эти веточки и лепестки Потом я все-таки решила написать записку И положить ее под икону Которая на улице Подошла, смотрю очередь Подошла и просто издалека стояла И молилась, и разговаривала, и просила Охранник на меня посмотрел и говорит Вы хотите пройти? Я подумала, что это знак И я говорю, да, если можно, пожалуйста И он попросил следующих без ребенка нас пропустить И совершенно спокойно оказывается это То есть мы прошли, считай, полчаса максимум мы там были Холодина была жуткая И я решила, что все-таки я правильный выбор сделала Что именно в этот день я пошла просить у матронушки Направить меня на путь правильный Потому что очень трудно мне было понять, в какую сторону двигаться Где искать того человека, который поможет Специалиста, врача, педагога Не знала он в тот момент вообще ничего И матронушка меня услышала Она направила меня Причем я такой человек Меня вот, я прошу, только дай мне шанс Покажи мне дорогу А я сама пройду этой дорогой Не надо за меня это проходить Я такой человек, да? То есть я сама буду идти Все на своем пути Буду сносить, если мне нужно Все сама, все проблемы, все решу Только покажи мне, в какую сторону идти Ну вот что-то типа того я у матронушки просила Она меня направила на путь Я пошла через видео в ютюбе Нашла Валентину с Витей Причем Так же параллельно Я нашла и про вот эту Максимину Да, что-то такое В общем про нее и про этот мед, чудо-мед Я все это прослушала Что-то мне показалось непонятное вообще И тут Валентина с Витей Давид, Давид Необычный какой-то непонятный Давид Наш Давид, наш Давид Спасибо ему большое, спасибо То есть я вообще не могла понять О чем Валентина говорит, я только запомнила Только Давид И я начала понимать, ну искать Что это за Давид такой Ну вот нашла, конечно, не с первого раза Как бы я пошла, видимо, по самому трудному пути Дошла я до Давида И постучалась ему во все двери И Одноклассники, и Фейсбук, и Ватсап И почта, и ВКонтакте Все-все-все, что там у него было Все везде я там ему написала, расписала И сидела, ждала ответа Везде он меня добавил Ну и я начала писать ему И звонить в скайпе Вот так вот мы и познакомились с Давидом Спасибо большое, конечно же, Матронушке Спасибо Валентине с Витей И спасибо огромное Давиду, Юсефе, что помогаете нам И вашей команде огромное спасибо Всем доброго времени суток Меня зовут Юля Я хотела сделать это видео, немножечко рассказать Как я нашла Давида Как и все, наверное, мамы, когда узнают, что у ребенка какие-то проблемы Начинают залазить в YouTube, в интернет, искать Везде заходить Вот со мной было немножко по-другому Потому что в YouTube Все, что выходило Аутизм излечим Или есть выход Я никогда на такие сайты не заходила Потому что я в это не верила Поэтому через YouTube, например, найти Давида Мне было просто нереально И я очень сильно переживала Плакала, не спала ночами И я решила поехать в церковь Так как я живу в Испании У нас как бы нету такой Ну, прям православной церкви Которую можно было обратиться Вот, у нас есть очень красивая Очень красивая православная церковь Но она находится далеко от нас Где-то в двух часах езды И я взяла ребенка В одно прекрасное воскресенье Мы поехали Вот Все, что у меня случается Если что-то, неприятности какие-то Я обычно обращаюсь к Матронушке всегда Так как она всегда говорила Что обращайтесь ко мне Я помогу всем И вот мы приехали в церковь Я исповедовалась Причастила ребенка Никогда не забуду, как мы ее причащали Потому что в церковь она не заходила Она кричала Все незнакомые люди ее раздражали Она всех пугалась Плакала Было невозможно ее причастить практически Нас отправляли на улицу Чтобы ее успокоить Вот Но С горем пополам мы ее причастили И вот там я обратилась к Матронушке Я очень сильно просила дать мне какой-то выход Потому что мне казалось, что С моим ребенком все будет хорошо Я всегда как бы это знала Что бы ни было С ней все будет хорошо И где-то должна быть Какая-то точка Какая-то точка Какой-то вот пунктик С которого надо начать И я не знала, где он есть Хотя я его чувствовала Вот Очень просила у Матронушки Найти мне вот Какой-то толчок Какой-то для движения Какого-то И вот после церкви Где-то на второй день Я зашла на один сайт На какой-то был детский сайт И там девочка одна рассказывала О такой же проблеме, как у нас И еще одна девочка оставила свой комментарий Что если хотите помощи Позвоните мне Вот Это было адресовано не мне Но я решила позвонить Я позвонила этой девочке И она очень любезно Очень подробно Рассказала мне Как она лечит своего ребенка Рассказала мне о Давиде Во что я вообще не верила Абсолютно Но я решила попробовать Вот Вот такой толчок Мне как бы дала Матронушка Спасибо огромное Матронушке Она всегда мне помогает Всегда, когда я к ней обращаюсь И вот таким способом Мы познакомились с Давидом После первого же раза Как я с ним поговорила Я ему поверила До сих пор мы ему очень сильно верим Без него вообще никак Он наша семья Он больше чем семья Потому что не к каждому из семьи Можно обратиться Можно позвонить поздно вечером С какой-то проблемой Не каждый тебя будет слушать Вот Давид у нас такой Бородатый мужчина С огромнейшим-огромнейшим сердцем Вот Хочу поблагодарить тоже его жену Юсефу Которая всегда отвечает на На любой мой вопрос По ватсапу И доктору Аркадию Который в любое время суток Даже ночью Сразу отвечает мне по скайпу По любой проблеме Эти люди просто В нашей семье Просто незаменимые Вот Спасибо вам огромное Обращайтесь к Давиду Все у вас будет хорошо Здравствуйте Хочу рассказать Как наша семья Нашла Давида Постараюсь быть более краткой Все же начну издалека В общем состояние Моего ребенка Меня всегда Очень сильно беспокоило Потому что Он с самого рождения Очень сильно кричал Все три дня в роддоме Он практически не спал Никому не давал спать В палате И Его врачи Неоднократно смотрели Неонатологи Педиатры Сказали Что все хорошо С ребенком Просто у него Младенческие колики С самого рождения Мы лечились Целый месяц От них Различными Препаратами Но эффекта не было В месяц Мы на осмотре У педиатра Невропатолога Проходили Обследование Была проведена Нейросонография Где выявилось Внутричерепное давление Повышенное Опять лечились Препаратами Несколько месяцев Все выполняли Но эффекта не было Мне кажется Ребенку я сделала Только хуже Этими препаратами Вот Он отставал В двигательном развитии Не было лепета В годик Я жаловалась Врачам Но ребенка Мне сказали Ну да Что вы хотите Все дети разные Ну такой он капризный Такой у него характер Заговорит Кто в годик говорит Сейчас вообще Дети поздно Разговаривают Полтора года Тоже меня все успокаивали Ну и что что не говорит И всякие там истории До трех лет молчала Потом предложениями В общем Я читала много Литературы Медицинской Педиатров Детских психологов И хотела Как-то помочь Ребенку Я не могла понять Что с ребенком Что его беспокоит В чем причина Вообще И В один день Наткнулась на информацию Про аутизм Поняла Что мой ребенок Тоже не откликается На имя Он не смотрит В глаза У него странные игры И многое другое Меня накрыла Тогда депрессия Я не знаю Сколько была В таком состоянии Извела всех своих родных Прежде чем что-то делать Потом мы естественно Опять пошли по врачам Пошли к невропатологам Она сказала Да Она подтвердила Все мои опасения Но не стала нам Ставить диагноз Сказала Занимайтесь с ним Ждите трех лет После трех лет Что-то можно будет Начать делать Такой ответ Меня еще больше Вел в панику Я не могла понять Что мне делать Потому что Я занималась Ребенком И эффекта Никакого не было Он ничего не знал Вот Я чувствовала себя Плохой матерью И В интернете Находила кучу Ужасной информации Только еще больше Плакала Вот И как-то нашла Сайт одной мамочки Которая рассказывает Историю своего сына Рассказывает Про методики Как с ним Она занимается Вот И у сына Есть улучшения Меня это Заинтересовало Я начала Висеть на этом сайте День и ночь Все прочитала Там Начала с сыном Как-то заниматься По ее методикам Вот Но в один день Также я очень сильно Расстроилась Был какой-то Плохой день Детей спать Положила Мне накрыла Опять истерика Вот И Хочу сказать Что я всегда Молилась Богу О здоровье Своих детей Но В этот вечер Я особо Просила Бога Что мне делать Мне просто Было бессилие Я просила Святую Матронушку Московскую Помочь мне Это великая святая Которая помогает Всем Если искренне Просишь Про свое здоровье Здоровье близких Она всегда Мне помогала В этот вечер Она тоже Меня услышала И усердно Ей молилась Чтобы Она помогла Чтобы направила Куда мне идти Что мне делать С моим сыном Потому что Меня все убеждали Что это Я все придумываю Что это Я больная Что у ребенка Все хорошо Он просто маленький Я много от него требую Вот Я не могла Ни в ком найти Утешение Только молилась Богу Святой Матроне Московской Вот И она мне помогла В этот сайт Я зашла В этот сайт Я зашла вечером Опять-таки Чтобы Найти какую-нибудь Развивашку Для сына Но наткнулась На одну строчку О Давиде Она называлась И информация Про Давида Она была Под паролем Потом я пообщалась С мамочкой Этой Так сказать И получила пароль Там скрывалась Очень прекрасная Статья Про Давида Вот Там просто Описывались чудеса Как он лечил Сына этой женщины Я поверила Я поняла Что это знак В тот же вечер Написала Давиду И он мне ответил С тех пор у нас В жизни Светлая полоса Мы получаем лечение В центре Пьер Давид Дистанционное И у сына Есть положительные результаты Мы очень-очень Благодарны Центру Пьер Давид Спасибо, что вы есть Мы вас любим Продолжение следует...